Это дело суд рассматривал долгих 7 лет. Один из подозреваемых успел скончаться. В деле о крупнейшей афере с дигитальным телевидением наконец поставлена точка. 12 обвиняемых получили штрафы и реальные тюремные сроки. Решение суда заслушал Сергей Герасимов. Экис и Лепникс были признаны виновными в мошенничестве. Экс-глава ЛНТ приговорен к штрафу в 43 тысячи евро. В пользу государства с него также взыщут дополнительно 184 тысячи. Политтехнолог и бывший глава бюро экс-премьера Андриса Шкелла Юргис Лепникс приговорен к штрафу в 72 тысячи евро. Такого приговора я точно не ожидал. Весь мой опыт позволяет говорить, что такого исхода точно быть не должно. Постараемся все это переварить. Во-первых, удивляет обвинительный приговор. Да и 12 лет таскать людей по судам из-за дела, в котором никому не нанесен ущерб и в котором нет пострадавших – это шок. Я считаю этот приговор полным провалом обвинения. Многие обвиняемые полностью оправданы. Кто-то частично оправдан. В огромной компенсации, которую все эти годы требовал прокурор, также отказано. Я уверен, что и в части об осуждении обвиняемых приговор также будет оспорен, так как никакого преступления не было, и обществу все эти годы об этом врали. Денежный штраф получили еще четверо фигурантов дела. Среди них бывший глава радио и телецентра Марис Паудерс, а также нынешний глава Латвийского национального театра Ойрс Рубенес. Семерых обвиняемых суд приговорил к реальным тюремным срокам – за легализацию преступно нажитых средств. Среди них руководство компании Кэмпмайер, которой было доверено введение в Латвии цифрового телевидения. Они получили по три года тюрьмы. В свою очередь адвокат Янис Лоза и налоговый консультант Улдис Кокинс – два года. К такому же сроку приговорили и Харрииса Кронгорнса, консультанта фирмы, принадлежащей бывшему премьеру Андрису Шкелла. Осужденные уже заявили, что приговор суда оспорят. Пятерых обвиняемых суд оправдал. Среди них бывший политик, некогда премьер Латвии Вилли Скари Штопанс.